в общем да пришел мой приус а вот такой вот он синенький красивенький синенький красивенький залил сюда 10 литров бензина потому как они приходят практически пустыми вот из плюсов крыша все открывается съездит зале у него солнечная панелька вот из минусов кто-то не особо умел парковаться очевидно на машину к продаже не готовили где там кнопка по кнопка от слова совсем короче вся грязная заднее сидение это отдельный разговор короче батарея где-то здесь находится уже так посмотрел запасочка там есть вот самый основной минус это у тут кто-то цепанул но я за это знал я за это знал короче колпак они где-то потеряли колеса в говно хоть и восемнадцатого года давно таких страшных колес не видел вот салон салон трэш я за это тоже немножечко знал но не думал что до такой степени ну и чё помоем чуть-чуть у меня два ребенка одному 5 другому три месяца поэтому грязный салон никак не беспокоит особенно не будет беспокоить если они его вдруг засрут о смотри какая ниша хочу тут можно поставить вот так 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 сейчас мы его включим там тут телевизор дают еще раз кнопочку добро пожаловать в приус вот на 55 тысяч километров 2009 года машина принципе круто я считаю но кармашки всякие отчет у нас на курорте японию приглашают шикарно но мы пока не поедем нам на машину подготавливать тех осмотру так открывается таки да хопа ого инвертор вау я не ожидал это мой просто первый приус я вот как бы пищу от восторга единственная цель купить приус было сэкономить сэкономить на топливе потому что мне каждый день далеко ездить на работу вот о вот он вот у нас двигатель двигатель у нас 18 ну и соответственно все остальное опять же не готовили его к продаже со совсем он очень грязный очень прям ну как бы самая грязная машина которая когда-либо пригонялась японию грязь валяется тут следы просто самое интересное первая машина из японии которая пришла была вот очень чисто прям я думал ее про ее прям от и сочили и хранили всю жизнь в паркинге но тут он ну хотя в принципе он клёво масло поменялось 6000 назад надо еще узнать какой год но все равно надо менять с этим устройством я вообще не знаком это моя первая такая машина это придется изучать и смотреть много видяшек на ю тубе вот ребятки спасибо что посмотрели да вот он такой я красивый вот вам надеюсь вам понравилось ну как бы ничего такого только пригнал вот вот смотрю показываю сам еще толком ничего не видно дно в принципе целая местами что радует что его не гоняли через какие-то там камни вот еще тут посмотрим оба так все чистенько красивенько нормальненько вот но я надеюсь он не послужит хорошую службу в принципе машина хорошая но но что я заметил может быть там сиденье можно еще поправить она сука низко вот если если закроешь сейчас мы закроем лючок кстати лючок далеко не во всех во всех не во всех вот я в принципе да башкой украсть у меня рост метр девяносто два и что такое 8 не особо удобно и довольно просмотры низкий но стекол очень много вот это вариатор конечно не хотелось брать вариатор но они уже все с вариаторами идут как-то так чё еще кто показать забыл ну собственно это по большому счету все спасибо за то что посмотрели я вот буду ее дальше дальше приводить в порядок проходить техосмотр буду вам показывать что куда но это вот как бы блин чё куда да а единственное что хорошо вот что мне очень понравилось в этом конкретном автомобиле то что оно пришло вот таким вот пока ванном вот такой вот у нас пока ван был вот мейтенанс ноут техобслуживание он даже второй ключик прислали а тут там что-то какие-то пометочки отметочки вот две книжки книжки пришло кстати да это собственно первый выпуск 2009 года майская машина которая пошла с 11 8 17 литров двигатель до этого все были полторашки полторашку никак не хотелось потому что зачем чё тут счета не тут меняли а это на 10000 вообще юность ой тут куча стикеров по техобслуживанию это на будущее перевести посмотреть а вот на 58 тысячах что-то делаю и вот теперь вопрос почему а я только хотел сказать чей-то блин у меня написано 55 тысяч а тут 58 ну мы перемотали пробег а вот нет следующая замена масла на 58 тысячах а последняя замена масла так понимаю было на 48 или 49 и что-то за цифра ладно ребята спасибо за просмотр подписывайтесь не буду его больше вам парить голову в этот раз ну в следующий раз обязательно буду я обязательно хотела хотел с этой панелью такая уже потуша что это панель делает не она нифига не заряжает батарею она делает циркуляцию воздуха она 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 питает вентиляции систему вентиляции если вы где-то припарковались на солнышке она создает движение воздуха в салоне машины вследствие этого вы когда залазите свою ласточку там не так жарко насколько я уже вычитал до этого мне казалось что она может подзаряжать рейку но судя по всему нет ну ладно так зарядим но стеклянная панорамная крыша это с все досылос